Придется потерпеть снова. В Красноярске начали доделывать мосты, с которыми не могли справиться в прошлом году. Ремонт добавил городу два перекрытия на Брянске и Мичурино. Наша съемочная группа объехала сегодня многострадальные мосты через Качу. Когда там обещают закончить ремонт, расскажем в следующем сюжете. И снова на мосту через Качу на Брянске открыты две полосы вместо четырех. На этот раз дорожники устанавливают швы. Потом эту околошовную зону нужно еще залить бетоном, укрепить берег, отремонтировать тротуары, еще ливневки сделать. В общем, работы чуть ли не до конца лета. Новость для автомобилистов тревожная. В прошлом году изначально говорили, закончат все всего за месяц. А в итоге подрядчику несколько раз продлевали сроки, но за сезон так и не справились. Дело в том, что мы не успели в том году. Объем работы оказался гораздо более масштабный, чем предполагалось. Мы их закрываем пополосно на месяц. То есть это вынужденная мера, поэтому придется потерпеть. Мы понимаем, что будут некие неудобства. Но вместе с тем, я думаю, что до конца, в 20-х числах августа, эти перекрытия будут сняты. Специалисты говорят, дело в том, что мосты не ремонтировали десятилетиями. И когда взялись за эти, оказалось их состояние предаварийное. На Перенсона тогда вообще рухнули балки. Сейчас по нему можно спокойно проехать. Перекрытий здесь не планируют. Укрепляют опоры. Их после прошлогоднего ЧП дополнительно обследовали. Итог – состояние хорошее. Также тут монтируют ливневки. После основных работ останется наладить тротуар. И все планируют закончить до 20 августа. А потом подумать, что же можно сделать вот с этим пространством под мостом. Есть опасения, что там могут собираться маргиналы. А еще это беда для невнимательных велосипедистов. Серьезно, есть истории, когда на двухколесном транспорте люди бились головой о мост. Кроме оптимистичных сроков, которые называют в администрации, что работы закончат в августе, из хорошего еще то, что специалисты на Брянской по-новому работают с зонами, где расположены швы. Грубо говоря, смягчают колебания. По мосту можно будет проехать без тряски в машине. Решили попробовать впервые в Красноярске применить данный материал, который в последующем может примениться на коммунальном мосту. Красноярцы заметят в том, что просадка подъезда деформационного шва практически нулевая. Не будет отсутствовать и водитель, когда будет проезжать через деформационный шов, не будет наезжать колесами и удар в машину. Всего в городе ремонтируют больше 60 дорожных участков. 22 из них готовы, но вот ни один пока не принят. После прошлогодней истории, говорят в мэрии, следят за работами и проверяют их итог тщательнее. Остается верить, что и работу сдадут в срок, и устранение недочетов не уведет ремонт опять в зиму.